Итак, всем привет! Сегодня мы с Дэви. Всем привет! Хотим прокомментировать поединок между представителем клана ССЕЙЧ Бэби Киллер против... Клавный натурал Total War. Да, самый такой натуральный натурал, да. Хотя ему конкуренцию тут Сигурд составляет. Да, Сигурд за последний натурал, да? Да. Да, подкинул тему, конечно, Бэби Киллер, ржачный на самом деле. Итак, это поединок с Клейтоном, представителем клана ВМ, да. И это подвал чемпионата России, Рима 2. А у вас перед глазами сейчас это всадники с луками. За Гетов идет Сигурд, и за Арвернов идет Бэби Киллер. Ну и состав Бэби Киллера просто убийственный вообще. Просто убийственный. Ни единого стрелка. Да, вообще. По канонам. Да, я так думаю, если бы можно было отказаться от Пилумов, он бы и от Пилумов отказался. Сказал, да ну их начисто вперед, блин, голый. Итак, это избранные копейщики. Четыре, первый ряд. Планги, представленные по одному отряду, это крестьяне-новобранцы. Вторая линия, это... О, кельтские войны. Ничего себе, кельтские войны. То есть даже не избранные мечи. И четыре присягнувших, посмотрите. Просто вообще убийство. Тяжелые всадники в количестве четырех. Это четвертая линия центра. Ну, понятно, что все это дело будет разворачиваться. Блин, кельтские войны, интересно. Ну, наверное, поехали, да, на первой скорости? Поехали, а пусть сближаются. Да, я потому что не вижу гетов. Я вижу вот трех всадников, а всю линию гетов я не вижу. Так, ну и первая линия, это копейщики. Четыре стоят они. Стрелки у нас присутствуют. Это дакийские тяжелые лучники в количестве трех. Кроме этого, последняя линия у нас, это знатные мечники в количестве четырех, как ответ присягнувшим, да. По флангам у нас также присутствуют наемные топорники по одному отряду и всадники с копьями по два отряда на флангах армии гетов. Ну, тут интересно получилось. Эти тяжелые лучники довольно бесполезны. То есть их броня, по ним никто стрелять не будет. Ну, зато им дадут пострелять зато. Нет, ну в смысле то, что броня, то есть можно было более дешевых взять. И то же самое было бы. То есть деньги получались у гетов, потрачены. Ну, не совсем туда. Да, можно было взять... При таком раскладе. Можно было легких более дешевых взять, потому что стрелять никто не будет. И на сэкономленные можно было... Ударка. Ударка же есть у гетов, да, насколько я знаю? Есть у гетов. Эти с задротиками. Есть копья отличные, тяжелые. Да, да, да. Здесь копья, лишь выбранные, дешманские. Кстати, у гетов копья как раз без пилумов. Надо было это... Бэби-киллеру за гетов играть. Брать гетов без стрелков и копья без пилумов. Да, вообще пожескочу. Нет, ну, эти пилумы, как бы, они же на самом деле, как бы, и были, имеют место быть. То есть, как бы, и они... Да, нет, имею в виду. Ну, у гетов вот единственная барбарская фракция, у которой копья без пилумов. То есть, они, видимо, от элинов научились. Да, просто... Коплитами, каплитами стать захотели. Да, 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 точно, каплитами стать захотели. Ну, и сближаются пока соперники. Что-то уже прожато. А, докийским прожато. Кого они... Кого они стреляют? Копья получается? Да, копья. Вот два отряда копейщиков по центру они выстреливают. Да, и нехило так, слушай, выстреливают. Уже проседают копейщики. Ну, это крестьяне-новобранцы. Нет, нет, нет. Я именно про копейщиков говорю, по центру которые. Он выцеливает именно их вот эти вот первые два. Ну, там шесть-шесть штук всего просело. Да, да, да. А, нет, уже шестнадцать. Да. Поэтому копейщиков... Да, Киллер потащил мечи на фланге присягнувших. Замечаешь? Да, вижу, вижу, разводят. Но это, я пока вижу, только кельтские воины пошли. А-а-а. Присяга по центру. А, да, присяга по центру идет. Да, 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 да. Ну, вот копейщики сходятся. Ну, вот опять, да, как бы стандарт, да, вот этот. Ну, блин, здесь надо отходить этому-то, Клейтону. Че он ждет-то с таким количеством стрелков? Зачем? Гетам, да, да, конечно, им надо щемиться сейчас назад. Просто потому что все, заходят присягнувшие. Они сейчас же тут перерубят все вообще. Никакие... То есть такая масса пехоты все вырежет. Да, на левом фланге гетов кельтские заходят на наемных топорников. Сейчас хана, походу, этим топорникам. Справа у нас наемные топорники на избранных копейщиков заходят. А то вот тут еще избранные копейщики, то есть я неправильно назвал. А, нет, ну да, избранные копейщики, да, 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 избранные. Ну, да, один отряд. За арганов. Нет, не один. Это справа и слева с двух. Да, 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 да. По центру только два было копейщика, а слева, да, поторопились со славом-то. О, смотри, в стоячек входит, в стоячек всадников с копьями входит. Обалдеть. Да, да, но это БГ-киллер. Вот у него раш со всех направлений. Вот что он умеет делать, так это рашить. Причем... То есть вот если я с ним в раш буду играть, он меня выиграет. А вот если как только я начну пятиться... Тогда уже другой расклад, да. Тогда у него разваливается раш. Ну и все, зашли мечи по центру. И сейчас они гетов просто сломают по центру. Никакие тяжелые дакийские лучники, они присягу не выстрелят. Тяжелые всадники в гену заходят. Да, посмотри, на левом фланге знатных мечников оттаскивает. Вынужден тащить. Хотя не спасти уже этих всадников с копьями на левом фланге. На левом фланге у гетов вообще тут все. Да, левый флаг завален полностью. Полностью вообще. Я не знаю, что тут еще почти 4 минуты будет происходить. А, ну правый фланг у гетов держится. Пока еще. В центре что-то как-то... В центре, мне кажется, сейчас тоже вырежут. А, ну хотя нет, там знатные мечи против присягнувших. Оно, в принципе, примерно равное. Ну да, но я бы присяге, конечно, отдал здесь предпочтение. Нет, это практически... Разница в статах на единичку различается. Ну не скажи, ближний бой-то у них по... Это мощнее, короче, не на единичку у присягнувших-то. 48 против 43. Ну, а зато там натиск 36, а у присяги 35. Да, ну вот тут уже единичка, да. Ну и все, по тылам пошли уже арверны. Вырезают они этих. 48 против 46 ближний бой-то. Почти одинаковый. На 2 единички. 48. Нет, 46 это ты смотришь уже лычка отряда. А, это лычка. Да, поэтому здесь... Да, посмотри присягнувшие. Нифига они держат на себе и гену знатного мечника. Копейщики вот только сейчас отходят. В центре-то все нормально уже, арверно. Все, полностью разобрались они. Мигают. Здесь баланс сил показывает равный только за счет того, что лучников... Да, да, да. Просто, что лучники и все. А так на самом деле... А так по пехоте тут уже все разобрано на самом деле. Ну, и лучникам сейчас достанется от тканей. Да, уже который раз им достанется. Уже второй раз. Причем из тыла, из фронта. Ну, а левый фланг здесь все у гетов тоже завален. Ну, против раша так нельзя, конечно. Такого пехотного раша. То есть встретить его лоб в лоб, это значит слиться. Ну, как бы мы и видим, да, что как бы гетам здесь противопоставить что-то арверном, да, тяжело. То есть такая масса пехоты. Да, есть тыловые чарджи вот на генерала арвернов, на присягнувших. Ну, ничего это не решает, поскольку... То есть до этого свой генерал сливается. Да, да, да. Такое ощущение, как будто они ему там заехали. Да, действительно, да, бывает. Ну, наверное, давай вторую скорость ставить, да. А что они еще будут две минуты-то почти держать? Да, я не представляю. Не, ну геты просто знатные мечи у них остались, видишь, на левом фланге. А один отряд там был. Да, да, они, конечно, простоят. Всадники с луками вот по тылам тоже опять бегают, чаржат. Ну, удалось всадникам здесь что-то. На время приостановить агонию, так сказать. Посмотри, они носятся, там останавливают, туда-сюда. Ну, просто вынуждены. Кавалерия работает. Да, да, да. Вот и надо было ударную-то взять. Вот все-таки, я так думаю, против арвернов-то. Сейчас бы в конце она бы здорово пригодилась. И вот такие тыловые чаржи, если бы ударкой прошли, тут... Ого, ну закончен бой. Ну, а что, мечи вообще... 158, 113, 185, 229. Обалдеть просто бы. Но мечи у обоих отработали. Да, 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 да. 230, да. Знатные, да, как бы у всех сыграли. Ну и наемные топорники тоже, в принципе, неплохо. 7-7. 149, конечно, маловато, но 7-7-то здорово. Ну, зато кельтские 143, 94. Не, по мячам все-таки арверные более... Ну, смотри, полторы тысячи убитых, да, на 1200, грубо. 300 разница, это очень большая. Ну, Кава, понятно, она вообще вот этот 18-49, она просто не... Ну, тут разница, знаешь, откуда пришла, за счет отборных копий. Посмотри, они 102 и 56 нарубили. Вот отсюда эта разница пришла. Потому что было тупо на два копья меньше у гетов. И два копья, причем, были, ну, как полуэлитные такие, отборные. Не, ну, избранные-то да, это уже копейщики такие, как бы, мощнейшие. Что уж тут говорить. Они и притащили вот эту разницу. Ну, и Кава лучше отыграла у... Кава гораздо лучше. Ну, стрелков и всех... Нет, да, отлично. Мы что, поехали на следующий бой? Да, следующий бой, ага. Так. Второй. Армения, Парфия. Слон. Вот, вот, за Парфию слон. Вот это я понимаю. Вот, вот, вот. Все, не перевелись натуралы на Руси, короче, слушай. Ни одного мешала. Не, ну, зато слоны два каких-то паршивых конных стрелка. Ну, что это за такой... Ну, вот так вот. Гомофилический шаг-то. Норма. То есть, если уж идти, то до конца. Так, я на паузе, да? Да, я тоже на паузе. Ну, три стрелка здесь за Парфию, ну, извините, короче, по-другому просто нельзя. При таком вот раскладе, как бы, можно считать, это вообще предельно рашевый состав за Парфию. Без ударки, посмотри, человек идет. Вот, поэтому... Да, по сравнению с обычными, которые ты ненавидишь составами с десятью стрелками. Да, да, да. Это паршивый. Это вообще, у меня глаз прям отдыхает. Молодец, вы, бекилер. Итак, наемные гаплиты. Левый фланг при поддержке двух знатных конниц. Правый фланг аналогичный. Наемные гаплиты и две знатных кавы. Центр представлен персидскими гаплитами, из которых один вкачан. Один вкачан, короче, на одну лычку. Так, парфянские мечники четыре. Наемные сарматские конные лучники по одному. И знатные конные лучники в роли генерала. Ну, и индийские боевые слоны. Замечательно вообще. Итак, Армения у нас. Первая линия, это восточные копейщики. Вторая линия, четыре стрелка. Это восточная праща. Да, четыре восточных прашника. Третья линия, это картлийские топоры. В количестве четырех. Конные застрельщики. Не знаю, как-то сомнительно, как по мне. Восточные... У меня это против слона. А, вон оно что. Возможно. Слона. Возможно. Восточные катафракты два. И царские катафракты и восточные каты. Еще два по флангам. И по центру одна знатная кава. Поехали на первой. Поехали. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, такое... Полу, то есть, с перекосов стрелков балансов в Армении. Да, но опять-таки... Конные стрелки, они, то есть, если он их и брал, то они только против слона проканают. Потому что дальность-то у них меньше. То есть, перестрелки с конными луками они проиграют. Конечно. Вот я именно это имел ввиду. Ну, если... Урон у конных... У них урон одинаковый, а дальность меньше. Поэтому... В ближнем бою они никакие. Да, вот эти, да. В ближнем бою, как бы, блин, наткнулся я уже на это дело. Итак, три пошли на левый фланг у нас. А нет, пошел он, смотри, кони луков гонять ими. Вот недавно какой-то бой я что-то комментировал. Тоже Армения там была. И вот эти вот конные застрелы, они, знаешь, они проявили себя в конце. Когда уже, ну, то есть, ближний бой был завязан. И они там где-то стояли, постреливали. И было неплохо. По-моему, как бы, не Сигур там, да, вот этот вот бой там. Или я могу ошибаться. Просто так много боев уже проходит, поединков, что в рамках ЧАРа того же сложно уследить, скажем так. Вот там они, да. Стоит, смотри, Клейтон стоит. Но можно назад же отходить. Вот только что, да, я хотел сказать, что если опять повториться, как вот было с Арверными, все, здесь сливай воду. Никакие картлийские топоры, ни с какого чарджа здесь вообще не помогут. Конечно. Опять масса прет всего, со всех сторон. Со всех сторон, да. Но это дорогого стоит на самом деле. Вот когда человек умеет атаковать по трем направлениям сразу. Итак, каты сходятся у нас с тяжелой конницей. Наемные гоплиты здесь же подошли у нас. Катафракты на левом фланге. Армении картлийские топорники заходят в знатную конницу. Блин, слушай, ну они же сольют их сейчас, если не поддержать. По центру опять у нас гоплиты. Сейчас восточных же проломят копейщиков и выйдут же на эту восточную прощу. На правом фланге. Как успевают люди контролить? Слушай, вообще. Слон, слон, смотри. Да, вот теперь слон. Да, 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 да. Сейчас мы дадим крупный план. Хотя это не свойственная цель. Вообще ударка для слона на самом-то деле. Ну что, он ее попу уничтожит? Да, посмотри, как выдернул знатную конницу. Сейчас на стрелков пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вообще. Выдернул или протянул? Ну, непонятно. Скорее всего, выдернул. Я, кстати, не обратил. Но на черри-то протягивать сквозь пехоту разрешают. Да, кстати, здесь это можно. Ну и тут как бы протяжка-то такая не сказать, чтобы уж прямо она критичная. Левый фланг завалил Апарфия полностью в Армении, смотри. Да, стрелки, стрелки. И выходит генерал в тыл. Стрелок. Так а вообще, слушай, здесь я не успеваю. А вот иконные, посмотри, занимаются фигней. Гоняют кони лука. Вместо того, чтобы пытаться слона отстрелять, они за кони лука там сзади бегали. Действительно, прощой-то здесь ты ничего по слону толком не настреляешь. Ну можно, но долго. Ну это да, это я только хотел сказать. Это долго очень, это просто нудно и капец. Не, ну Парфия просто развалила Армению, бедолагу. Опять, ну опять вот этот ближний бой. Зачем брать четыре прощи, да, если ты не собираешься стрелять? Да. Ну слон зашел. Если так вот дать приступить Баби Киллеру в ближний бой, он хорошо реализует преимущество в численности. И моментально, то есть, со всех сторон атакует и не даст пострелять. Слушай, это вот недавно, вот да, только сейчас подошли, посмотри, слона сразу вогнали. А, они сразу же вогнали. Да, они именно антислоновые вот эти товарищи, действительно. Ими нужно было сразу их. Уж по крайней мере, этот правый фланг Парфии Армения не дала бы вот так вот проломить с помощью слона, потому что очень здорово там каты-то зашли. Прекрасно при поддержке этих еще картистей, топорников. Там, когда бы Армения выиграла, то фланг. Да, однозначно. То есть, там все было просто отшугнуть слона, и уже завалить можно фланг. Да. Тут недавно Гамилькара комментировали мы, Атилу с ним, и он говорил, ну, спорное такое утверждение, что нельзя атаковать по двум флангам. Вот, что как бы сложно уследить, что должен быть там высочайший, типа того, что контроль там. Ну, я как бы не совсем согласен. Пожалуйста, вот мы в Риме-2 наблюдаем. Если чистый раш, то как бы другого выхода нет. Да, да. Здесь... Будут стрелять один фланг, отстреливать стрелки. Ну, да, там стрельба была. Нет, там была стрельба у нас как раз. Ну, если стрельба, то там лучше, конечно, тактически поманеврировать. Может быть, и не имеет смысла. А вот если раш, то выхода нет. Тут долбить. Ну, и все, Армения окружена, бедолага. Вот здесь вот кучка в центре у нее осталась. Могучая кучка. Из восточных двух копейщиков и восточных катафрактов бедолаг. Все, их просто добивают. Слон не сказать, что много набил. Где слон-то где он у нас ходит? Да, он по центру вот бежит, но набило немного, но это элитная кава. Да, он каву набил. Да, и причем нехило. Генеральскую. Полный разгром получился. Армении. Ну, тут на результаты смотреть здесь не столько цифры, сколько, как бы, да, сам тактически как состоялся бои. Да, то есть три раш со всех сторон, то есть не дал сыграть стрелкам. И тут цифры даже, да, вообще роли уже не играют. То есть все было перед глазами. Ни каты не сыграли толком, ни застрелы конные толком не сыграли, и ни одного слона даже убито не было. Давай следующий бой. Давай. Так, это понт против адрисов. Ух ты. Не, ну за адрисов-то можно было и не брать застрельщиков, да, и следуя этой технологии. Ну, знаешь, эти катакли, на самом деле, дротикометатели, они такие полустрелки, то есть они не совсем гейские. Ну да, сейчас посмотрим. Ну да, ближний бой 40, да. Да, тут согласимся, что это не стрелки в чистом виде, это больше такая она, конечно, кавалерия. Итак, фланги, копейщики и по два вот этой фракийской конницы. Ну да, у нее даже название, посмотри, фракийская конница, да, то есть название. У нее ближний бой, посмотри, какой. Да, да, 36 я вижу, 40, 36 урона оружия, еще и защита неплохая, и броня, мал-мал у нее. Поэтому, не, это уже ближе к ближнебойной, такой легкой ближнебойной кави, по сути-то. То есть многофункциональный отряд. Правый фланг точно такой же. В центре один отряд копейщиков у адресов, ветераны гоплиты, просто гоплиты. Гоплитская, короче, линия такая. Два наемных ветерана гоплита и три обычных гоплита. Вторая линия это фракийские воины, ну здесь плач, но бери. Четыре. И, о, посмотри, слушай, царская, фракийская царская кава, три. И отказывается от услуг фракийской знати, бэби-хилер. Ничего себе. Слушай, ну вот это интересно. Так, ну-ка, а понт у нас, понт, понт у нас от пик идет, понт. Но, если опять будет то же самое, ну уже непонятно. Итак, восточная проща, четыре, три пикинера-новобранца, два понтийских пельтаста. Кстати, вот эти товарищи просто убойные вообще дьяволы. Фланги представлены, два понтийских мечника, понтийская царская кава и две, один, вернее, знатная конница, один отряд и один отряд граждан-всадников. Левый фланг это те же самые понтийские мечники, граждане-всадники, знатная кава и понтийская царская кава. Ну что ж, поехали. Поехали. Ну, блин, тяжко тут понта будет. Здесь при пакавалерии, смотри, получается преимущество у фракийцев по кавалерии аж получается. Да, да. Семь против шести кав. То есть качество-то, конечно, понтийское лучше, но его сейчас просто замучивают эти вот хашки. Да, да, да. А странно, что пон не взял отличных своих конных луков, там же отличные кони луки. Да, 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 там вот эти товарищи, они просто замечают. Три пельтаста у нас, просто одного было не видно. Да, пельтаста три. Да, даже три. Блин, не, ну они мощные ребята на самом деле. Они и в ближнем каких-нибудь копейщиков уделать могут и сразу не сольются под этими, под кавой их очень долго. Они напоминают вот этих вот мне, знаешь, загетов докийских, да, вот эти вот тоже там. Ну, да, да. А, ну так это практически то же самое, да. Урон один тоже. Да, да. Ну, а бэби киллер так. Вот я смотрю, что делает Клейтон, он уводит прощи на фланге, чтобы кронировать кони луков. Как-то... Вот это какой-то спор на это. Вот я часто вижу, так делают люди, но у коней, ты ж, маневренности гораздо больше, они просто не успеют. Да, за ними не угнаться, сколько бы я вот тоже не пробовал. Более того, существует вероятность того, что ты увлечешься чем-нибудь по центру, да, когда ближний бой завязан, и просто забудешь про эту прощу. И она тупо побежит за этими товарищами там, то есть как бы... Да, да, да. Тут еще элемент контроля, он тебя отвлекает, и как бы это не совсем... И при этом центр не обстреливается, что это и сейчас, пока они развернуты за спину, можно начинать рашить адрисом, и никто стрелять даже по ним не будет. Ну вот на правом фланге выхватывает фракийская все-таки, и на левом, да, везде выхватывает она от прощи. Но она пока нет, ну ладно, две потеряла, да, но это небольшое не до контроля. Ну вот опять дает возможность развернуться армии адрисов вот сейчас в данной ситуации. То есть подойди, да, и уже можно стрелять, в принципе, было и гоплитов стрелять, или там докавы попробовать дотянуться теми же вот, да, прощами там, а понтийские пельтастов куда-то оттянуть. Ну не знаю, как-то вот так вот я себе вижу. То есть есть же стрелковый, стрелковая это составляющая, она, по сути, проща сейчас она не отрабатывает. Сейчас не работает, тыны вместо этого прикрывают. Да, 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 она какую-нибудь несвойственную функцию копейщиков выполняет, по сути. Угу. Причем в количестве четырех. Ну, пельтасты хорошо начали работать. Да, 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 вот теперь по центру, да, посмотри, как они их. Ой-ой-ой-ой-ой, все, хана здесь копейщикам. Еще пара залпов, и сейчас гоплитов начнут. Так, гоплиты. Да, их уже можно, в общем-то, понтийскими мечами завязывать вот здесь вот тоже. Да, да, что и делает Клейтон. Удачный ход. Плюс все это дело под обстрелом, все эти гоплиты. И нехило им тут достается, этим гоплитам. Да, заходят на гоплитов понтийские мечники. Пропустил, кстати, натиски Бэби-киллер. Да, да, причем они в чистом виде зашли. Да, в чистом виде. Вот здесь вот два зашло. Посмотри, как копейщиков тачит. Сейчас с гоплитами завяжет пикинеров, новобранцев. И копейщиков по центру, смотри, как так ненавязчиво. В дырочку просто. Да, 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 да. Пытается он их куда-то там напельтасать. Пошла Кава на фланге, кстати. Да, 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 да. На правом фланге очень здорово заходит. Кавалерия прожимает все обилки, какие только можно. Но заходит она в понтийских мечников. Сейчас посмотрим, что тут у нас. На правом фланге ударка. И здесь же фракийские заходят сейчас в этих понтийских. Я так думаю, им хана. Фракийская царская попадает под удар знатной Кавы и понтийской царской конницы. Но вот то, о чем мы говорили. Вот они... Смотри, что замечательно, что сделало. Губикинер дождался, пока Кава завяжется, и пошел прощивые вырезать. Да, да, да. Я вот и акцентирую момент на этом. Причем с обеих флангов вообще. Да, да, сразу. И посмотри, вот, да, вот. На фланге его отпугнули, а на другом добрался. Ценность, ценность, да, все-таки вот этих вот фракийской этой Кавы. Стоит и стреляет, стоять и стрелять. Да, посмотри, по центру обходит этих знатную тухонницу. Да, да, стоячую обходит, пытается и выкашивает, выкашивает. При том, что в центре-то все, как бы, пока еще не совсем ясно. Но правый фланг, посмотри, какая огромная масса войск у адрисов сосредоточена на правом фланге. Блин, просто от наемных этих, вернее, от фракийских. Посмотри, лишняя кавалерия освободилась у фракийцев, и она сейчас в тыл бьет парфянам. По парфянам, да, вот здесь на правом, это как центр, да, получается у нас по центру. Пельтасты здесь сошлись с гоплитами, ну, не знаю, не знаю. Но пельтасты могут долго в ближнем бою держать. Да, единственное, что это, как бы, дает передышку, небольшую понту. Все, пошла фракийская царская, генерал кое-как у понтийцев, это самое, избежал смерти. Ну, я думаю, сейчас до него доберутся. Да, и пошла вот эта фракийская царская, дальше, короче, убивать восточную прощу. Ага, точно. Генералу досталось фраке, Адрискому, причем нехило досталось, ничего он не убил, наваляли ему неплохо вообще. Ну, он, по-моему, там с катафрактами, да, сошелся в натиске? Да, с этим, с ударкой, да. Ну, добивают понтийских пельтастов здесь. Ну, а справа огромная вот эта вот масса, конечно, войск, она сейчас не даст уже там выйти понту. Понту уже не сбежать. Причем там три отряда держат раз, два, три, четыре, пять отрядов, по факту. Ой, генерал бросает понтийского в чарж на копейщиков и на фракийскую царскую каву. Ну, от этого, я думаю, ничего хорошего там не получится. Ну, уже генералу там просто отступать некуда было. Слева у нас фракийские воины дорезают все, до чего только дотягиваются. Понтийские пельтасты-то отработали неплохо, кстати, некоторые отряды. Я вот сейчас уже цифры так поглядываю. Ну, пельтасты, да, они вперед смотрели, они отработали. Вот эти, в прощипы, посмотрим, скорее всего, ничего не набили. Да. Ну, очень мобильно, очень быстро зарашивали адресы понт вообще. Просто мгновенно. Опять позволили в этот ближний бой. Ну, отходи, четыре прощипы, как бы стреляй. Если уж на то пошло. Да, потихоньку-потихоньку дорезают наемных ветеранов гоплитов. Пикинеры-новобаранцы тут стоят, прикрывают тылы своим понтийским мечником. Но, как бы, вышли у нас копейщики в тыл. Вышла царская, афракийская, это афракийская царская кава тоже по тылам бьет понтийским мечником. Ну, и тут никакая стена щитов уже не поможет она понтийским мечникам, бедолагам. Мигает вся армия, остатки армии. Да. Ну, понт так подольше чуть-чуть продержался, чем армия. Ну, да, чем предыдущие эти. Да, посмотри, проща, в принципе, она, как бы, ничего толком не... Мечники, ну, мечники неплохо, три сыграли. Пельтастый, посмотри, 97, обалдеть. Ну, понятно, это уже там часть ближнего боя, 61. Вот 12... Два из трех пельтаста сыграло. Да, ну, 1-12, это до него уже дотянулись там пешие товарищи. Вот эти 12, это без ближнего боя. То есть, это, видать, то, что он в чистом виде настрелял. Ну, кава не сыграла у понта, и просто она не успела ничего показать. Да, для ударки такой дорогой 32. Да, 32-63, даже сотни нету на двоих. Здесь, конечно, это тяжело. Так, ну, а меня фракийские интересуют войны. 80-90, 86-147. Ну, что ж, отличные результаты, наемные ветераны Каплиты. Два отряда целые причем. Да, 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 при том, что два именно целых, 80-40-147, они еще целые, могли дальше биться спокойно. Ну, Каплиты в среднем неплохо. Фракийская конница, да, тоже неплохо отработала. А вот Фракийская царская один не сработал, вообще как-то запопал он где-то там, бедолага. Ну, под ударку попал. Да, скорее всего. 150-82, ну, при том, что отряды целые. Ну, тоже разница, видишь, убитых в районе 300, блин, ну, это много. Это очень много. Да, это прям вообще порядочно для Рима-2. Ну, что ж, вот такой вот бой состоялся в подвале Чемпионата России по Риму-2. Всем спасибо за внимание, всем пока. Всем пока.